Дом на селе. Первые жители республики получили ипотеку со сниженной ставкой. Сельские территории должны развиваться ускоренно и комплексом. Как решать эти задачи, сегодня обсуждали в Батаревском районе. В муниципалитете с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Шигарданы продолжают расширять свои границы. На западной окраине самого большого села республики за последние годы вырос целый новый микрорайон. Для большинства его жителей, исповедующих ислам, здесь возвели мечеть, 19-ю в муниципалитете. Реализуя проекты комплексной и компактной застройки, за счет бюджета к домам подводят дороги, тротуары и инженерные сети. Построили здесь автомобильные дороги, протяженностью 4 километра, общей смертной суммой 56 миллионов и наружные сети водоснабжения. На сегодняшний день из 162 домов, которые предназначены для индивидуального жильестроительства, построены 62. Построены еще не введены в эксплуатацию еще 26 домов. Начали строительство 38 домов. В Батревском районе активно развивается сфера малого бизнеса. Этот мясоперерабатывающий цех был создан за счет грантов. Здесь производят халяльные продукты. При имени жениха. Мясо используем в канину. Это у нас тут рма, как колбаса идет. Крупно нарежем мясо, туда добавляем сети, вот эти соль, перец, мед, чеснок. Канину как самое чистое мясо считается. Ну и вкусное тоже. Это покупаем частное мясо, то есть домашнее. Не фермерское, а из подсобных хозяев. Ну в дальнейшем планируем свою, то есть каниферму организовать. Задача потребительского кооператива – нарастить объемы выпуска и наладить поставки за пределы республики. Заявки о торговых сетей уже поступают. Перед производителями экологически чистой продукции открываются большие перспективы. Отметил временно исполняющий обязанности главы региона. Мы со стороны государства однозначно будем помогать. Вот такого рода предпринимателям продвигать свою продукцию, в том числе через создание возможностей своих собственных фирменных магазинов. Уже задание такое поставлено. Мы, ну так называемый покупай чувашки, это уже давно присуществует. Мы посмотрим еще, что еще сделать таким образом. Тем более, мы уже соответствующие переговоры провели с X5 Retail Group, который в принципе готов определенным образом пересмотреть свои подходы, раскладки нашей продукции на своих полках. Переработка молока тоже становится выгодным бизнесом. В Шагарданском потребительском кооперативе наладили производство сливочного масла. Подобные проекты в Рио главы республики предложил тиражировать и в других муниципалитетах. Можем организовать дополнительные производственные площадки. Ну допустим, просто это будет необходимо, допустим, может здесь молока столько нету, да, там, просто невозможно будет обеспечить. Ну козье молоко, это специфика же, да, все эти не будут, все этим не будут заниматься. Но при этом есть козье фирмы в Маргаурском районе, есть в других районах, правильно? Мы автоматически можем это дело организовать и нацелить на то, либо действующий производство, а не есть уже по производству козьих сыров, либо организовать новое производство и тем самым обеспечить вот эту потребность, сбытовую потребность, которая уже организована. Пришли к этому заводу, будем стремиться еще расти, еще строить новые цеха, производственные мощности, увеличивать объемы. Эффективно работающий бизнес и комплексное освоение земельных участков – прямой путь к ускоренному развитию села. Качество жизни за чертой городов должно измениться кардинально. На это нацелены и федеральные проекты. Для многих из нас с вами устойчивое развитие сельских территорий, мы привыкли сами называть Уэреста, это просто стройки жилья, социальных объектов в районах. Если же обратиться к федеральному закону о сельском хозяйстве, то фактически устойчивое развитие сельских территорий – это главная задача каждого министерства и, конечно, главу муниципалитета, включая и сельские поселения, так как законодательство определяет это понятие как стабильное социально-экономическое развитие каждой территории по всем направлениям жизни людей. В каждом сельском поселении необходимо сформировать так называемые опорные пункты, которые будут выполнять роль центров социально-культурного и торгово-бытового обслуживания жителей с одновременным созданием во всех населенных пунктов условий социального комфорта. Районам, как воздух, необходимы инвесторы. Частично затраты предпринимателям готовы субсидировать из бюджета, но пока количество проектов, поступающих в федеральные ведомства, можно по пальцам пересчитать. Здесь многое зависит от местных властей, отметил председатель комитета Госдумы России. Причем сложилась очень хорошая ситуация, когда деньги есть в федеральном бюджете, в министерствах. Я с Федором Николаем Васильевичем много обсуждал ситуацию, он размахивал руками, разводил руками и говорил, что вот такие возможности, к сожалению, не используются. В том числе по линии митсельхоза. Нам действительно хотелось бы, я лично хочу, и Олег Алексеевич, чтобы село стало ничем не отличаться от города. Новым ориентиром для муниципалитетов станет стратегия развития республики, которую сейчас готовят члены Высшего экономического совета. Уже в этом году у каждого муниципалитета должна появиться своя программа комплексного развития сельских территорий. Эти документы будут гарантировать получение субсидий из бюджета. Ключевая задача в этой работе создать комфортные условия жизни для тех, кто проживает за чертой городов. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика. Жилье для селян становится более доступным. Средства на строительство домов и покупку квартир с этого года выдают на льготных условиях в рамках государственной программы. Первым жителям республики, получившим ипотеку со сниженной ставкой, вручили именные сертификаты. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дарья и Даниил Таймаскины, воспитывая двоих детей, проживают в однокомнатной квартире. Мечта семьи – переехать в уютный дом с приусадебным участком. Сертификат участников программы «Сельская ипотека» супруги получили первыми в республике. Переедем туда уже в ближайшее время. Дом уже готов. Мы его купили. Кугейс – это самый ближайший поселок, наверное, к Чебоксарам. И практически мы не ощущаем того, что живем в сельской местности, но у нас свой дом, огромный большой огород. Там, где наши дети могут играть. Благодаря госпрограмме свои жилищные условия улучшит и семья Халитовых, и села Шигарданы. Сертификат супругам вручил в Рио главы региона. Ну и, соответственно, мы вам будем помогать. Спасибо большое. Участников приоритетной программы поддержит и республика. Тем, кто на селе не только живет, но и работает, снизят ипотечную ставку до 0,1%. Олег Николаев уже поручил подготовить правила получения субсидий из бюджета. Проект, соответствующий их правил, он уже будет, даже уже запущен в согласование, и в ближайшее время будет согласован в кратчайшие сроки. И мы, после того, как обсудим со всеми заинтересованными участниками этого процесса, постараемся его принять с тем, чтобы уже следующие, и в том числе уже получившие ипотеку заемщики, могли воспользоваться этими инструментариями. С момента выдачи сегодняшнего дня, все, кто получили ипотеку по данной программе, они смогут рассчитывать на дополнительную поддержку, если они будут соответствовать тем критериям, которые будут проявлены в этих правилах. Спрос на сельскую ипотеку растет. Только в республике в банк поступило уже свыше 500 заявок. Уже почти под миллиард рублей кредитов заявки предварительно уже есть. В банке в ближайшее время все заявки изучат и примут решение. На участие в программе «Льготные ипотеки» заявили сиропододатели. Так, в одном из крупных сельхозпредприятий планируют оформить кредиты на строительство жилого комплекса для сотрудников и их семей. Дмитрий Ковалев, Павел Рядков, Республика. Все, работаем. Интернет получит 343 учреждения. Для информационной безопасности будут использовать отечественное программное обеспечение. Одна из главных проблем в развитии цифровых технологий – нехватка IT-специалистов. Более подробно в следующем выпуске новостей. В Чувашии выпустили экологическую энциклопедию. Книга об особо охраняемых природных территориях региона и состоянии источников загрязнения окружающей среды издана Чувашским книжным издательством. Составителей консультировал ученый и путешественник Николай Дроздов. Он приехал и на презентацию издания. Белуга. Редкая рыба семейства осетровых. До строительства плотин на Волге белуга встречалась в районе Чебоксар. Последний раз ее видели в 2001 году. Вот один из сотни любопытных фактов из экологической энциклопедии Чувашской республики. Составитель книги – кандидат географических наук Федор Корягин. С чего началось у меня это? Однажды на экскурсии по городу, на площади Ленина, мои студенты удивились биоразнообразию вот этого сквера. И задают вопрос, кто же это создал? Я слыхал, кто какой-то неординарный человек это создал. Теперь в этой книге о нем есть. Имя любителя озеленителя, благодаря которому появилось одно из самых красивых мест столицы, Федор Корягин называть не стал. Все на страницах книги. Вместе с подробной информацией о состоянии экологии в республике, особо охраняемых территориях, источниках загрязнения окружающей среды, исследователях и защитниках природы. Если мы не будем заботиться сегодня о природе, о формировании экологической культуры, экологическое воспитание и образование подрастающего поколения, мы можем потерять очень многое и оказаться в тяжелейшем положении. Конечно, за информацией сейчас чаще обращаются в гугл, нежели в словарь или энциклопедию. Однако в книге специалисты собрали и систематизировали данные, которых в интернете просто нет. Отметил научный консультант, академик Российской академии естественных наук Николай Дроздов. Наука такая, экология междисциплинарная, эта энциклопедия нужна и юристам, и химикам, и биологам, и промышленникам. Всем она нужна. Все будут читать, скажут, будут все ее находить, чему-то учиться. Еще одна презентация для всех желающих запланирована на 14 марта. Она пройдет в Национальной библиотеке республики. У каждого человека своя судьба. Ветеран Великой Отечественной войны Иларион Иларионов из Ядрина недавно отпраздновал вековой юбилей, но в свои сто лет хорошо помнит мельчайшие подробности своей жизни. Иларион Иларионович лихо играет на балалайке. Хотя пальцы уже не те, не так хорошо слушаются, говорит ветеран. Он родился в деревне Янгиреево, что в Ядринском районе. Родители раскулачили, и они были сосланы в Сибирь. Как только появилась возможность, вернулись назад. После окончания школы Иларион Иларионов, выучившись на щитовода, устроился в колхоз «Красный маяк», где проработал три месяца. Но судьба вновь сыграла злую шутку. Из-за путаниц в документах о реабилитации, семья была отправлена в Кировскую область на лесоповал. Ветеран помнит буквально каждую страницу непростой семейной истории. Но фронтовые воспоминания – особая боль. На фронт боец попал лишь в 1942 году. Пройдя учебные курсы пулеметчиков, его отправили под Ржев, где шли кровопролитные бои. В одном из авианалетов Илариона Иларионовича контузило. Тогда немногие из его полка остались в живых, вспоминает ветеран. На волоске была и его жизнь. Очнулся он только в ноябре. За проявленный героизм ветеран награжден орденами Георгия Жукова, Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией. Вместе с женой Иларион Иларионович вырастил пятеро детей, четырех сыновей и дочь. Теперь они ему поддержка. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика. Синоптики предупреждают жителей нашего региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. В начале Гидрометцентра Чувашия в ночь на 14 марта в ряде районов Республики и города Чебоксары ожидается усиление ветра с порывом до 21 метра в секунду. Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабо укрепленных конструкций. Сотрудники МЧС по Чувашии рекомендуют при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов, высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили. Участие в Олимпиадах – отличная возможность проверить свои силы, а сегодня их проводят не только по школьным предметам. Новое популярное направление программирования победителем именно такой международной Олимпиады по скретч-программированию стал воспитанник канажского IT-клуба Дима Сергеев. Диме Сергееву всего 8 лет, но он очень серьезно относится ко всем своим увлечениям. Программированием увлекся совсем недавно и за новыми знаниями пришел в IT-куб. Он очень хочет всегда что-то новое брать и все берет очень с большим энтузиазмом. Когда я ему предложила участвовать в конкурсе, он сразу же согласился, даже не раздумывая. Он говорит, да, конечно, я буду участвовать, все, будем готовиться. Для участия в Олимпиаде Дима выбрал направление «Мой мир» и создал в программе «Скрэтч» мультфильм о своем лучшем друге – собаке Фили. Меня зовут Дима, мне 8 лет. У меня есть собака, ее зовут Филя. Эта победа первая не только для Димы, но и для всего коллектива IT-куба. И отличный стимул двигаться вперед. Когда я наткнулась в интернете на подобное, на эту Олимпиаду, я решила, что стоит попробовать. Потому что наши дети уже, в принципе, были готовы к таким соревнованиям. Дима еще не до конца определился с будущей профессией. Но она обязательно будет связана с программированием. Сначала я хочу полететь в космос, а после этого уже стать пекарем. И роботы будут помогать мне, а программирование будет занимать у меня, по крайней мере, второе место. Впереди у Димы еще один отборочный тур среди победителей регионов. Заключительная финальная скретч Олимпиада пройдет в сентябре этого года в Финляндии. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Чебоксарские хоккеисты вышли в полуфинал Кубка Федерации. Вчера богатыри в третий раз подряд обыграли красноярских рысей и вновь одержали победу. Решающим оказался второй период, когда хозяева льда забросили две шайбы, на что гости смогли ответить лишь одной. 21-22 марта хоккейный клуб Чебоксары ждут первые полуфинальные игры с барнаульским клубом «Динамо Алтай». Это главные новости к этому часу. До новых встреч.